В прошлые выходные Дмитров Гольф Резорт принимал участников третьего международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». В программе фестиваля значились турниры по гольфу, керлинг-гольфу и шахматам. Участники турнира – профессиональные гольфисты, любители, депутаты Госдумы, представители бизнес-сообщества, известные спортсмены и представители дипломатического корпуса. Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки Российской Федерации, гольф уважает. Старается не упускать возможности провести свободное время на гольф-поле в приятной дружеской компании. А в который раз вы принимаете участие? Второй раз. Второй раз, да-да. Что же вас побуждает? Ну, в хорошей компании, удовольствие от игры в гольф, удовольствие от общения с товарищами, с друзьями, с теми, кто постоянно занимается этим видом спорта. Ну, а результат для вас все-таки важен? Ну, результат имеет значение, но он не стоит на первом месте. Нет, повторяю, важно получить удовольствие, удовлетворение. Ветер вам сегодня мешал? Ну, ветер создает, конечно, дополнительные трудности, дополнительные преграды. Профессионалы умеют с этим справляться. Я не очень, но не в этом дело. Но, тем не менее, удовольствие получили. Огромное, да. Огромное. Всем советы. Фестиваль «Сильные фигуры» посетил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Он не был участником турнира, был скорее в числе наблюдателей. По его словам, сегодня гольфу стали уделять намного больше внимания. Есть очень много программ, в том числе гольф-школу. Российская Федерация гольфа продвигала, когда в любом классе возможно заниматься этим видом спорта. Но это только начало. Для продвижения гольфа нужна современная хорошая инфраструктура. У нас в Московской области она есть. Здесь, в Дмитровском городском округе. И, конечно же, здесь собраны наши лучшие сборники Московской области, Российской Федерации. Отсюда начинается гольф не только Московской области, но и Российской Федерации. То есть в перспективе это есть – сделать гольф более популярным и не только для избранного. Задача есть. У нас открытое отделение спортивных школ, куда детишки приходят, занимаются этим видом спорта. Мы представляем все условия, в том числе и на этих полях они также свой навык повышают. И, конечно, с каждым годом он становится все более популярным. Фестиваль «Сильные фигуры» как раз нацелен на то, чтобы популяризировать гольф. Число его участников с каждым разом увеличивается, в чем большая заслуга организаторов, которые готовят немало приятных сюрпризов. Один из таких – посадка на территории гольф-клуба «Аллея» – сильные фигуры. Саженцы ели и посадили почетный президент Олимпийского комитета Леонид Тягачев, хоккеист Алексей Яшин, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова и другие. Все здорово тогда, когда все довольны. И вот сегодня как раз тот момент, когда все довольны. Вот это важное событие у нас в Дмитровском районе, которое говорит о том, что район не только богат горными лыжами, не только богат лыжными гонками и сноубордом, а вот именно четыре гольф-поля есть в Дмитровском районе. Мы хотим популяризировать пока гольф и шахматы, ну, больше гольф, наверное, потому что этот вид спорта не сильно развит в нашей стране. И хотим показать, что в гольфе можно играть любому человеку, как вот в сегодняшней нашей интерпретации гольфа, керлинг-гольф, простая игра. Сегодня увидели, было много ребят известных наших, которые первый раз взяли в клюшку в руки. Может быть, у них не сразу все получилось, но у них у всех были интересные эмоции, необычные эмоции. Я думаю, что хоть один из них, но еще клюшку не раз возьмет. Керлинг-гольф. Этот новый вид спорта был презентован на прошлом фестивале. Это командный вид спорта, в котором участники соревнуются на точность, на попадание как можно ближе к лунке. Почему именно керлинг-гольф? Потому что допускается попадать в собственные мячи и мячи соперников, что значительно усложняет саму игру. Гостям фестиваля «Сильные фигуры» такой формат игры пришелся по душе. Среди участников одной из команд была спортсменка, чемпионка мира по акробатике, телеведущая, актриса, жена певца Стаса Костюшкина Юлия, которая впервые взяла в руки гольф-клюшку. Ну, знаете, на самом деле интересно. То есть я действительно сегодня абсолютно впервые взяла клюшку в руки. И как бы никогда у меня не было такого опыта. То есть я играла в женский хоккей. Я много во что как бы и играла, и занимаюсь спортом профессионально. Но гольф, да, сегодня случился впервые. И в принципе-то да, мне понравилось. Наш девиз – это гольф – это шахматы в движении. Это абсолютно так и есть. Это очень тяжелая игра. Она тяжела и координационно, и физически, и эмоционально. И в гольфе надо очень думать. Просто так в гольфе выиграть нельзя. Вы должны знать, куда полетит мяч, как полетит, и сколько вы ударов в итоге после этого сделаете. Позже гольфисты сели за шахматные доски. Фестиваль «Сильные фигуры» – это фестиваль интеллектуальных видов спорта. Поэтому шахматные турниры с именитыми шахматистами всегда значатся в программе фестиваля. Сеанс одновременной игры провел сильнейший международный гроссмейстер Александр Мотылев, который стабильно входит в число первых 50 лучших шахматистов планеты. Гольф и шахматы все-таки чем-то похожи в плане того, что нужно думать перед принятием решений, как-то планировать свои действия. По окончанию всех турниров победители ждали призы. Стоит отметить, что фестиваль «Сильные фигуры» всегда посещает немалое количество представителей средств массовой информации. Для них тоже был подготовлен небольшой сюрприз – экскурсия в спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» и посещение гольф-клуба «Линкс». Юлия Хвостунова, директор по развитию, немного рассказала о гольф-клубе и отметила, что в июле месяце следующего года гольф-клуб «Линкс» примет участников фестиваля «Сильные фигуры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова